Омские автогонщики Горим этой мечтой поучаствовать в этих соревнованиях. Мы прям болеем ей, можно сказать. И мы всю душу вкладываем в это. Второе, что мы в техническую составляющую, в технику очень много тоже так вложили своего умения, инженерного опыта какого-то. То есть очень много применено каких-то технических решений, которые допускаются. Конек омского экипажа – отличное взаимодействие и современное техническое оснащение автомобиля. По словам министра спорта нашего региона Дмитрия Крикорьянца, подготовка машины и пилотов началась загодя. Наличие нашего омского экипажа на нас, как на организаторов стартового этапа и вообще открытие ралли этого года накладывает свои обязательства. Я, конечно, очень благодарен ребятам, что они заявились, что прошли все необходимые тестовые мероприятия, что на сегодняшний день мы видим этот прекрасный автомобиль, который, я думаю, не только это ралли ему покорит, что уже два этапа Кубка России ребята преодолели. Ну, планы большие, я уверен, что хватит и технической готовности, и спортивной злости для того, чтобы показать действительно хороший результат. Спортсменам предстоит преодолеть 5,5 тысяч километров по дорогам России и Монголии. Из них примерно половина – очень важные скоростные участки. Другая часть гонки – отрезки со сложным дорожным профилем, зона техничного и даже экстремального вождения. Пустыня Гоби. То есть это очень большие барханы, это очень сложно, это там не вся техника сможет пройти. Естественно, там мысли видели, то есть участки самые протяженные, самые сложные по навигации, по техническому вождению. То есть самое интересное будет там. Сейчас спортсмены тренируются на прототипе гоночного авто. Выкладываются по максимуму. Соревновательная машина будет мощнее и безопаснее. Тактика станет более гибкой. Мы где-то чуть-чуть будем жалеть технику, чуть-чуть где-то будем, может быть, слабину давать. Но за счет этого и техника сбережется. И те соревнования, вот эти десятидневные, протяженные, очень протяженные участки, то есть мы на них как раз, где кто-то там, двигаясь на грани, может допустить ошибку и сойти с трассы. Мы надеемся за счет того, что мы где-то чуть непрофессионалы, чуть медленнее, чуть меньше ошибок будет, мы все-таки дойдем до финиша. Задачи высоки. Пройти трассу без остановок и показать достойный результат.